сейчас формальности все уладим осмотр такой как на таможне что в багажнике что у машины запрещенная запас очка с нами доехали хорошо фонару давайте еще раз покажу тут все все четко все нормально а в киеве что показывает киев представляет норму показать 17 а тут 13 час до так друзья все заезжаем по-серьезному еще несколько кп сказали впереди давно хотел я сюда попасть подвернулся случай с погодой как повезло покажут нам все интересное сказали сопровождающий подошел я ему открыл дверь он заглянул говорит я сюда не сяду там вроде ничего так у нас тут ну есть пыль чуть-чуть но не критично но высоко ему он так невысокий плохо конечно что не сел что-то бы рассказал может по дороге ну только что ребятам рассказывал 86 год я его хорошо помню потому что чернобыль был наверное мы всегда отдыхали с отцом вверху верховья днепра скажем так за киевским водохранилищем четкие места я не помню рассказывал я когда-то или нет ну что-то рассказывал обрывочно ну а потом чернобыль случился там отдыхать не было возможности мы отдыхали в переяславском районе где-то в районе переяславского залива хорошие там места тоже мне надо было ехать киев чуть раньше отец подвез меня к трассе там залив прямо к трассе почти подходит на лодке и стою на трассе остановил грузовичок идет бензовозик маленькая цистерночка у него 3-4 тонны не знаю такая очень маленькая газончик то ли 52 53 может даже 51 не помню уже точно мужичок везет топлива подвезете такие говорит подвезу говорю куда едете на чернобыль говорит топлива везу я еще так меня удивило такая маленькая цистерночка ну со всей страны он видос кременчуга наверно вез это кременчугская трасса как раз там проходит такие воспоминания кстати у вас мой того же года что и чернобыльская катастрофа ребята смеются ахаряда похоже у нас попутчики серьезные сегодня на мерседесе сопровождающие на хендай едем ребята спрашивают с какой скоростью еду 50 60 действительно поедешь сюда показывала 130 километров от базы проехали мы по ну и мы в 30 километровой зоне Ребята говорят там еще несколько КП на самом деле То есть это Пока такое Ну основное тоже Знаки висят Дозиметр показал человек 120 тысяч ривен стоит Самый модный, самый заряженный Все показывает Зима более серьезная Чем до зоны Два премиальных микроавтобуса У меня в сопровождении Да, колеса конечно Кривоватые Блин, ну это первые шины Которые Женя делал Я думаю тут Тут на таких шинах еще не ездили Но ребята сказали Шерпы есть в зоне Катают людей На туризм были серьезные планы Но коронавирус Немножко сорвал планы Подняли в ряд цены До какого-то там Заоблачного уровня вообще Есть туры пятидневные Интересно Сейчас будут рассказывать Показывать Будем смотреть Какая река не была написана Шерстячок такой Как это люди Это расстояние Все преодолевают пешком Да Сегодня будет пробег Мама не горюй Топливо есть Все красивые места Сказали Ребята покажут Ой, чуть хуже Колесо подпустило Тяжелее рулить Вот здесь Не сложно Нет Нет никого рядом Снимающего Видео Или рядом едущего Встречек тоже особо не видно Да, интересно бы сюда Нашей бандой приехать Не все правда Хотят Ребята говорят Что В десятикилометровой Конечно Чуть уровень радиации выше Ну все местами Все известно Все изучено Ничего критичного нету По поводу захоронения отходов Я спросил Ну говорят Что Меньше слушать Разные глупости Ну не знаю Что тут на самом деле Такое узкое место Какое-то капе Наверное было тоже А не мост строят Да Разрушается тут все Ого Тут снега было Посмотрите Перемет Видно был Низина Друзья Вот и дома Нелки-палки Жили ж люди Охренеть вообще Жестячок А вот тут Туры проводят Людей возят Но у нас Туры индивидуальные Сегодня с вами Спасибо Роману Большое Не то он Организатор Да Вот это Жестячок Представляете Как заросло Все Этого же не было Наверное Этих деревьев Перед хатами Я думаю Еще много чего Увидим Такая картина Конечно И для слабонервных Как это все Какой дом большой Кирпичный Вот еще тут пошли Вот автобусы Транзит налево Знак был Три с половиной тонны Ограничения Для грузовиков Большой поселок Придеть можно Просто Блин Надо Боковые стекла Повытирать Все Просто Хаты Посреди леса Получились Все так заросло Ну да За 35 лет Деревья выросли Мама не горюй В этом году Юбилей Кстати Выключил камеру Какой-то клуб Или магазин Был такой Ближе к дороге И большой А вот Населенный пункт За листья Да Жили когда-то люди Это ж Хи-то хаты стоят Кто-то же еще есть Будут приезжать Посмотреть Где-то ж дети были Маленькие Кто-то взрослый сейчас Где прошло детство Куда-то еще уезжаем Смотрите Какой памятник Да Тут люди какие-то есть Заправка даже Да Такие волнительные чувства Когда это все видишь Вспомнил еще одну историю Сейчас расскажу Повернем Так Ну тут живут люди Смотрят так С удивлением Нет Тут не живут Наверное А нет Живут Жестяк На украинской мове Моторошная картина Моторошная дальше Наверное будет По-настоящему Это так В общем Какая история Вспомнил В далеких 80-х Занимался я Спортом Сейчас Секунду покажу вам Это еще Автобус Автобус Как в 86-м Один в один Большой городок Смотрите Школа Кондиционер Он висит на школе Современный Насколько я вижу Живут люди Сейчас мы расспросим Да Машины стоят Такое как-то Живут Но немного Такое Полу Полужилое Полу Нежилое Непонятно Вот Нива Магазин открыт В общем Спортом занимался В спортзале На ДВЗ Киев знает Знает Этот жесткий район От 9-го училища Всемирно известного В общежитии Училища Был спортзал Миша Тренер Забыл как Забыл как товарища звали Ёлки-палки Что-то стирается Немножко В общем Неважно Такой Худой Высокий он был Смеялись Прикалывались Но мы такие уже Подкачанные Шварценеггер Кумир для всех Был В те годы Ну много Франкзайн Всех Все там были Фотографии Да Машинки Так Смотрим Населенный пункт А это Чернобыль Это сам Чернобыль Друзья Это Чернобыль Был Еще думаю Что такое Большое ЧС И Припять Старые знаки Очень висят ГТП Смогучит 36 Вон еще Автобус С туристами Нормальный Бизнес Идет В общем Товарищ Служил В Афганистане Пришел с Афгана Все нормально Тренировались Мы А потом Как раз Я в зале был В этом С 86 Как раз Я попал В этот зал Несколько лет Мы там Тренировались Потом был Рядом зал Напротив моего дома Сейчас на Харьковском шоссе Потом там Не виделись со многими Потом спрашиваю Где Где наш друг Будой Высокий Он говорит В Чернобыле Он На ликвидации был Вроде как Не очень Все хорошо Закончилось Ну Не знаю Точно Может Неправда Может Что-то я путаю Будем надеяться Ну Такая Судьба У человека Афганистан А потом Чернобыль Так Ну вот Еще КП Не знаю Говорили ребята Несколько КП Еще Основное Десятикилометровая Зона Не знаю Сколько Проехали У нас Все по серьезному Сопровождающие В Евросоюз Наверное Проще Проехать Чем сюда Тут Новое Новое Название Шерп Шерп Года По работе Звонят Связь Есть Так Ну Дороги Более-менее Я вам скажу В зоне Есть места Но По сравнению С улицей Богатырская Идеальные Просто Провождение У нас Серьезное По-прежнему Девочка Подходила Говорит На шерпах Туры делали По зоне Ну Не готовы Дорого Получается Привезти его С Киева Плюс Тут Сюда Для кого-то Кто с Европы Наверное Недорого Или с Америки Шерп по-украински Говорят Ну да Этот шерп Может Сам доехать Достаточно Далеко На шерпе Конечно Своим ходом Только По бездору Где-то И то Очень долго Будет Это все Хотя Экспедиция Гаргашьяна На шерпах Просто Фантастика Я не знаю То что Они сделали Так Что у нас Здесь Опа Класс Обалдеть Вообще Смотрите Что происходит Класс Круто Просто Ну это очевидно А как вы увидели Да Да Сейчас мы на станции Пешком За ними Это вообще Фантастика Просто Чуть-чуть Боятся Они нас Ох Как позирует Не боятся Особо Да Вот такое Можно увидеть Здесь Говорю Как в Танзании Едешь Дикие животные Гуляют Просто Просто Вдоль дороги В Танзании Надо В национальный парк Ну тут тоже Как в национальный парк Можно сказать Левый поворот Какая-то дорога Становочка Была Советская Знак Тоже С тех времен Все Интересно Деревья Сейчас падали А вот и пожары Какая жесть тут была В прошлом году Какая-то бетоночка Сталкеры Которые Доходят Серьезное расстояние На самом деле По снегу Покатаюсь Смотрите Чуть-чуть Офроуда У нас Сегодня Хоть Немножко Вверх Поднимаемся Чуть-чуть Куда эта бетоночка Может везти Красивая Далекая Дорога Да Хотел я Сюда Попасть Даже Максу Говорил Поехали Когда-нибудь Чернобыль Съездим Бородач На отказ Он очень Осторожный Мы попали Сюда На мегауазе Сюда я поеду Конечно Мысли Не особо Были Но Просто Хотелось Побывать Так Бетонка Перестает Быть Томной Какая-то Стала Чуть Неровная Видите Что тут Творилось Во время Пожара Сожженный Сожженный Весь лес Сколько леса Да Огонь Близко Был К станции Ужасно Этот лес Выглядит Можно даже Представить Как оно Полыхало Все Масштабы Дорога Не преградила То есть Перекинулась С одной стороны На другую Опа Вот куда Мы едем Теперь Понятно Известно Очень Место Экскурсии Ездят Все Почищено Навстречу Спринтер Едет Да Тут серьезный У людей Бизнес Еханы Бабай Мы тут Чуть Заехали Выше Ближе К антенне Тому Уже Дорога Для меня Уже Узковатая Она Становится Да Недолго Думал я Что тут Такое Какое-то Количество Нереальное Туристов Просто Микроавтобусом На Конечное Метро Остатки Остановки Я паркуюсь Тут Пойдем Собака Ты местная Такой вид у тебя злой Конечно Не злой Хороший вид Красивая 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 Что собакой пахнет от меня Да Красиво Да Вот мы в зоне Наверное Антенну Обслуживали Это Красивое Lara Да Карил Пойдем Д дек Продолжение следует...